По сути, все западные ограничения имеют лишь одну цель – сделать так, чтобы у Москвы не было ресурсов продолжать преступную войну против Украины. Однако пока что Кремль продолжает финансировать боевые действия, попутно сжигая все, что режим копил десятилетиями. Например, государственная заначка Путина – фонд национального благосостояния – всего за год уменьшился вдвое, а в него Россия переводила нефтегазовые сверхдоходы на протяжении 19 лет. Но уже к концу этого года ФНБ может просто закончиться, ведь дефицит бюджета еще в апреле превысил запланированный на год. По прогнозам экономистов, к январю он будет примерно на уровне 7 триллионов рублей. То есть средств, оставшихся в фонде, не хватит, чтобы закрыть эту дыру в бюджете. По словам экспертов, тогда Россия начнет просто изымать деньги у своих граждан. Конечно, придется российскому правительству сокращать какие-то расходы, потому что чудес не бывает. Вот коротко, да, совсем, будут урезаться все расходы, кроме войны и кроме силовиков внутренних. Потому что Путин не может позволить себе только на войну работать, потому что он будет еще и увеличивать затраты на свою охрану. Вот все остальные расходы будут урезаться. Такие проблемы с бюджетом в России – результат секторальных санкций. До полномасштабной агрессии против Украины примерно 60% всей экономики Федерации держалась на экспорте энергоносителей. Причем половина этого экспорта шла в Евросоюз. Но с начала этого года ЕС почти полностью отказался от покупок российских нефти и газа и ввел потолок цены на нефть, которую Москва подает в третьи страны. В результате нефтегазовые доходы сократились в два раза. Поэтому теперь Западу, включая Украину, остается лишь ждать, пока расходы на войну не съедят все резервы российской экономики и блокировать пути обхода уже введенных ограничений. Это главный финансовый итог санкций. Второй итог санкций, он сейчас не так заметен, это отсутствие надежного доступа к иностранным технологиям. Нефтяники говорят, что им приходится бурить очень простые скважины без использования серьезных технологий. Ну, то есть налицо технологическое отставание, которое по отрасли сейчас уже ударяет. И думаю, что ущерб, причиненный отрасли, он будет сказываться еще долгие годы. Секторальные санкции приведут к постепенному ухудшению жизни всех россиян. И, возможно, тогда общество начнет задавать вопросы власти. Но вот персональные санкции резко и одномоментно ухудшают жизнь для особенной группы людей – путинской элиты. Так, только в списке ЕС находится более полутора тысяч имен россиян и более двухсот компаний. Все они так или иначе причастны к развязыванию или спонсированию войны против Украины. Физлицы из списков не могут въезжать в страны Евросоюза, а их имущество там арестовывают. Подобные списки ведут США, Британия и другие союзники Киева. Таким образом, путинский режим становится токсичным для российских элит. А обвинения Международного уголовного суда, массовые санкции и крайне нестабильная экономика заставляют многие иностранные компании покидать российский рынок. Если мы говорим о таких больших кошельках и о долларовых миллионеров, то буквально недавно вышли данные, что 8,5 тысяч долларовых миллионеров покинули Россию и вывели оттуда свои деньги. Мы знаем, что западные компании продолжают выходить из рынка России, к сожалению, медленнее, чем нам бы всем хотелось. Но как раз сейчас там настолько поставлены условия, что западные компании за гроши продают свои активы. Теперь, когда производители ушли с рынка, а поставки западных технологий и комплектующих заморожены, такие отрасли, как авиация, машиностроение и химическая промышленность фактически прекратили свое существование. А попытка так называемого импортозамещения изначально была обречена на провал. В современном мире ни одна страна не может самостоятельно закрывать все свои потребности на одном уровне с остальным миром. Уровень жизни в Иране и Северной Корее, которые попытались построить изолированную экономику, об этом свидетельствует. Это связано с процессами, которые делят производство на отдельные составляющие, и каждая из этих составляющих имеет свою экономику. То есть, в принципе, это как бы объективные экономические законы разделения труда и кооперации. Поэтому, если речь идет о каком-то таком мощном импортозамещении, как говорит Россия, мы делаем все сами, а вы нам сказать не нужны, да, теоретически можно сделать все самим. Но только сразу возникает вопрос, какое это будет качество. Второй вопрос, сколько вы сможете это произвести. И третье, сможете ли вы этим удовлетворить свои потребности. Как правило, собственно, ответы на эти вопросы, они очевидны, они негативны. На данный момент Евросоюз ввел уже 11 санкционных пакетов в отношении России. Такие же ограничения вводят и другие союзники Киева. Например, США, Великобритания и Япония. Все ключевые решения были приняты еще в первый год полномасштабной войны России против Украины. Теперь же международная коалиция лишь не дает Москве обходить их. Ведь санкции имеют накопительный эффект. Поэтому с каждым днем у Кремля остается все меньше ресурсов для того, чтобы продолжать свою преступную войну. Данила Кобза для телеканала Freedom. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...